Ну, доброе! Слава Богу, что мы здесь, можем славить Бога. Перед тем, как я буду молиться, хочу вот прочитать одно стихотворение маленькое. Я его прочитаю. Давайте вставшую я прочитаю, и потом помолимся. Склонилась гречница у ног Христа, Слезами эти ноги омывая, «О, если б знал он, кто она такая!» шептали фарисейские уста. Но Божий Сын знал в совершенстве все о той, что у людей была в презрении. Нуждалась эта женщина в спасении и верила, Иисус ее спасет. Пусть грешницей большой она была, но в час, когда перед Христом склонилась, тяжелые грехи ее простились за то, что много возлюбить она могла. И с легким сердцем женщина ушла, на верное лицо ее сияло. Прощение она в руках держала, и ликовала женская душа. Бог, благодарность Тебе за то, что Ты нас любишь, когда мы приходим к Тебе с покаянием, когда мы нуждаемся в Тебе, видим в Тебе наш единственный, единственную дорогу к спасению, Господь. Как эта женщина, что мы каждый раз приходили к Тебе и просили у Тебя милости, и Ты прощаешь нам наши согрешения. Твоя любовь очень велика. Мы часто, очень часто не можем так простить, как Ты, но Ты нас прощаешь. Помоги в это верить. И чтобы вот эти мысли, которые часто сатана посылает нам, что Ты не вращен, Ты не такой Бог, чтобы мы побеждали в веру в Иисуса Христа. Благослови наше собрание сейчас, утреннее вот это, которое мы вместе собираемся, для того, чтобы прославить имя Твое, услышать Слово Твое. Благослови нас. Во имя Иисуса Христа молись. Аминь. Давайте так и стоя споем два гимна. Первый будет «Ты мой Бог святой». И второй на английском «What a friend we have in Jesus». Споем два гимна. После чего я попрошу Фреда, я видел уже, он поделится с нами на английском языке некоторыми мыслями. Ты мой Бог святой, я к тебе стремлю, ты мой Бог святой. Ибо знаем тебе Бог святой. Ибо знаем тебе Бог святой. Он в твоей груди успокоит, друзья, успокоится сердце мое. Он в твоей груди успокоит, друзья, успокоится сердце мое. Знаю, что в тебе радость вечная и любовь неизбежная. Он в твоей груди успокоит, друзья, успокоится сердце мое. У твоей груди успокоит, друзья, у твоей груди успокоит, друзья, успокоится сердце мое. И никто уже не решит, друзья, И никто уже не решит, я этой радости не земной. И в твоей груди успокоит, друзья, Успокоится сердце моё У твоей крови Успокоится сердце моё И когда придёт В тот последний час Верю, принёшь меня к себе У твоей крови Успокоюсь я Успокоится сердце моё У твоей крови Успокоюсь я Успокоится сердце моё И на английском второй гимн Успокоится сердце моё 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 He has a room for us, prepared for us, in his mansion. Again, going home. You can see that Jesus continues conversation after he made these statements to Nicodemus. And again, we'll come to another description of salvation. Very simple and it's very clear, in the most basic form, I think. John 3, 16 and 17. And then we'll just stop on this text this morning. I will not be speaking on salvation, but I'll rather speak on everlasting life. For God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. For God did not send his Son to condemn the world, but that the world through him might be saved. So we'll read a couple of things in here. Whoever believes, the result is, shall not perish, but have everlasting life. When we look at the strong concordance and look at the Greek word, the translation of this word, of perish, we can put it to destroy, to put out of the way entirely, to abolish, to put into a ruin, render useless, to kill. I think you get the picture, don't we, if we continue on that. But also, Jesus spoke of everlasting life. And I'd rather stop on the everlasting life at the moment. And again, what really helps is you, we understand what everlasting life is. But again, as part of habit, I would open up the concordance and see what does it really mean. Again, in the Greek word, life, stated the one who possessed the vitality or his intimate or every living soul to absolute fullness of life, but essential and ethical, which belongs to God. And through him, both hypostatic Logos and to Christ in him, Logos, put on human nature, a life that's genuine, real. I think we get the picture, don't we? We really don't need to expand too much on that too. But this everlasting life that Jesus speaks of in John chapter 3, or eternal life, I'd like to make about four quick statements and Scripture will back this up, I hope. Jesus speaks of everlasting life. And this life is from Christ. And this life is in Christ. If you turn back a couple pages, the very first chapter of John, when we read verse 4, we say that in him was life. And his life was the light of men. Again, John 14 and 6. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. And no one comes to the Father except through me. So we see that this eternal life is divine, it is holy, it is from God. We're not... Our life doesn't end. Our life is eternal, post-death on earth. We're not reincarnated as many... As some of the religious people understand this, you come back to a better life. It's not. This eternal life is through the word. Again, John 6, chapter 6, 60 to the end of the chapter, we read when some disciples come together that were following Jesus, and it got too hard for them. They didn't understand. It got very difficult. And they just chucked it in. They had enough. They were done. Some disciples grumbled against Jesus and stopped following God because of him, because it was too hard and difficult. And Jesus asked a question, but Simon Peter answered him and said, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. So it's quite important to know this internal life is not being morally good or doing good things, but rather hearing the word of God and becoming a new creation. And it's a good check sometimes for us is to understand, has the word of God really touched us? Has the divine word of God touched us and changed us? And a good check also is when you hear people say of these things that they're a Christian, but nothing to do with the word of God, you must question that. Because we know that the word of God is from God. Dear friends, this eternal life that Jesus speaks of is here and now. And there was a bit of a reality check for me too as I was coming through this study. We have this eternal life present here in us now. And I need to be reminded that time and time again to know this awesome truth, that this wonderful and glorious divine truth that eternal life is in us who believe. We have the full assurance of eternal life here and now. We're not merely living until that moment of judgment or that time of death saying, am I going to make it? Am I not? How do I know this? Jesus says himself. Most assuredly, John chapter 5 verse 24. Most assuredly say to you, he who hears my word and believes in me and has sent me has, has, not will have, has eternal life and shall not come to judgment but pass from death into life. Come to my fourth point near and end. This eternal life is a personal relationship with Jesus Christ. Jesus prays the prayer in chapter 17 where no prior his death and resurrection spends that time, that wonderful whole chapter dedicated to the prayer. In verse 4 he says the following words, and this eternal life that they may know you referring to us, the only true God and Jesus Christ whom you have sent. This eternal life is known in Christ Jesus. It comes through a relationship. Having this eternal life is having a relationship with Jesus Christ on the personal level. So if I can expand on John chapter 3 16 the last the last paraphrase of the verse for God to love the world who gave who that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. come to understand that this life is divine. So to live in this heavenly and glorious divine life let us value this glorious life. We have it we have it here on earth only once. We come to understand that this eternal life comes through the word of God. may we read it share it trust it it's there. We come to understand that this eternal life is a present reality. It's here and now as I mentioned for today and death is as painful and sorrowful as it is. This grief and this loss that we experience. But Apostle Paul puts it this way it's only passing from heaven from earth to heaven. 2 Corinthians chapter 5 he says these following words our bodies are like tents that we live in here on earth but when these tents are destroyed we know that God will give each of us a place to live. These homes not be buildings that somebody has made but they are in heaven that will last forever. While we're here on earth we'll sigh because we want to live in a heavenly home and to understand that this eternal life is relational we must know Christ. May these words be of encouragement this morning and to him only to him be all the glory because it was made possible through him alone. Amen. Now Dorinka прославит Бога hymn называется Со мной Леон lеон 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 Со мной ли он Сто, когда горе сжимает грудь, Когда ряд забот с каждым днём растёт, И так труден жизненный путь. О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. Со мной ли он, Когда омрачом Путь мой тучей скорбей и бель, Когда разный день вскрыла ночь и тень, Подаст ли он помощь и сверь? О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. О, да, всегда Христос со мной, Со мной ли он, Когда путь пройдёт, И прощайте скажу, Друзья, Сердце кучит пруд, И вечность от собой, Будет он ли со мной и там? О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. О, да, всегда Христос со мной, Он тронул моей нуждой. Слава Богу! Давайте дальше мы споём ещё два гимна. Давайте так и сидя будем петь. Во время пения мы примем наше материальное служение, Участие в материальном служении. Я попросил бы помочь нам в сборе. Андрей, можно тебя попросить? Да. И, Грег, Can you help me? Not me, for us. This collection. Аминь. 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 Удал снаружи будет свой groomer. Аминь. Так можно остаться. Аминь. Аминь. Поймем 2 Moderator. Он очень короткий. Только я CATS и работал. АминьRomt. Аминь. 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 Так. Аминь. Кто благодать не дал, кто сам ясно дал, кто в небесах царит, мой любящий Господь? Кто в лесу слава живет, кто в Дух моя живет, кто за Двой пройдет, мой любящий Господь? В небо сотворил Он землю и все моря, Боже, как старая благодать царя, Силы в самогущих в лесах подаря, Мой любящий Господь! Кто благодать не дал, Кто в лесу слава живет, Кто в небесах царит, Твой любящий Господь! Давайте следующий там споем, после этого мы помолимся и поблагодарим за средства и отпустим деток наших на воскресную школу, после этого гимна. Песня. 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 Бои искупленных, спасенных Господу, И сердце Господу, Богу единому, Кристос Спасителю, славу поет, славу поет. Вечная слава, вечная слава, Вечная слава, слава Христу, слава Христу. вечная слава вечная слава вечная слава слава Христу здесь на земле людей церковь добиться в небо стремиться в дух жениху влечет о гряде Господи видишь невеста ждет тебе единому славу поет славу поет вечная слава вечная слава вечная слава слава Христу слава Христу вечная слава вечная слава вечная слава слава Христу чудный прославленный созвездный Божий Сын Дневный Христос Господь в небе нас ждет в небе нас ждет и сердце Господу Богу единому Христу Спасителю славу поет славу поет вечная слава вечная слава вечная слава слава Христу слава Христу вечная слава вечная слава Слава, вечная слава, слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Слава Христу. Хочу сказать, что насколько важно пение. Знаете, в небесах мы будем славить и Бога прославлять. И не пренебрегайте этим даром, который Бог нам сегодня дал. Пойте Ему, дома пойте, в машине пойте, славьте Его. Оно разгоняет тучи. Когда человек поет, это хорошо. И вот просто я настолько наполнился вот этим пославлением, которое сегодня братья нам подготовили. Я думаю, мы так действительно единым сердцем пели сегодня. Так, у нас время приветов объявлений. Нашего пастора Сергея сейчас нету, как вы видите. Он уехал в Мельбурн. Имеет там время кемпа. По горам ходят там с ребятами из церкви из Мельбурна. Поэтому, если что-то я не помню или не знаю, вы мне подскажите. Я просто то, что я помню, хочу вам сказать. Ну, во-первых, привет есть у кого-то? Кто-то где-то ездил, был, звонил? Николай Порублев. Спасибо. Николай Порублев. Никто не звонил, не ездил, не слышал никого, да? Спасибо за привет. К нам не собираются брать черненьких гостей приехать? Приглашайте его, что ли. Пускай приезжает. Есть еще привет? Ну, запеленные приветы мы сердечно благодарим. И кто где будет посещать церкви или писать, или звонить, передавайте от нас сердечный привет, просим, да? На прошлой неделе, воскресный день, вы помните, мы никто никуда не уходил. На обед мы имели здесь хороший обед нашей церкви. Я даже не ожидал, что так можно вкусно и хорошо покушать. Но это одно дело, что мы хорошо покушали, но мы поучаствовали в одном хорошем деле, которое организовала воскресная школа. Можно выяснить фотографию этой семьи? Вот для этой семьи был сбор сделан в прошлое воскресенье. Вот этот обед, который был, все принесли, потом мы это все у себя же купили. И собрали определенные средства, все были задействованы. Деткам было интересно, они участвовали в этом реально. Вот эта вот семья, вот на эту семью мы собирали деньги, если вы не знаете, или первый раз в нашей церкви у них сгорел дом. Ну как дом? Там дом небольшой, маленький, но во всяком случае это их не жилье. И получилось так, что они уехали на заработки в другую часть Украины, а здесь в этом доме он стоял, никто не жил, соседи приходили, протапливали, то есть немножко прогревали этот дом, не видно, перестарались. И вот разожгли, и вот оно там что-то загорелось, и в итоге дом сгорел. Хотя эта семья в этот момент была уже месяца три, они уже жили там в Украине в другой части. Они просто поехали с семьей на заработки, потому что не было. Но во всяком случае они все равно вернутся, а возвращаться некуда. Поэтому вот на эту семью хочу озвучить цифру. Вот сегодня Фред мне, наш кассир, передал цифру, чтобы быть очень точным, 2661 доллар и 30 копеек было собрано нашими усилиями. Поэтому я благодарен, кто не пошел куда-то кушать, не пошел куда-то тратить деньги, и оставлять их там в другом месте, чтобы вы здесь остались и имели хороший обед. Я вам скажу, очень хороший обед. Очень все было вкусно, хватило на всех. Я думаю, никто не жаловался. Всем хватило? Пирожков не хватило. Кто делал пирожки, так что учтите, в следующий раз немножечко делайте больше пирожков. Кому еще чего не хватило? Всем все хватило? Так что все остальное по норме можете делать так, как вы и делали. Слава Богу. Так, вас не объявлять. Хорошо. Ну, на этом, наверное, все объявления. Если у вас ничего нет. Грег, пожалуйста. Прямо сейчас после утрешнего собрания, да? After morning service. Так что, кто хочет участвовать в хоре, который Грег организовывает, пожалуйста, оставайтесь, разрабатывайте свои голоса для вечности, чтобы там мы уже были, хорошо пели. Так, ну, у нас теперь будет, будет делиться словом брат Анатолий Гончаров, но перед этим мы споем еще один гимн, и после этого я вас попрошу поучаствовать в служении, да, то, что Бог вам дал. Давайте споем гимн, давайте вставший его споем, потому что долго потом будем сидеть. Буду петь как искупитель. Спасибо. Буду петь как искупитель, дух мой грешный возлюбил, как страдал он исповитель и меня освободил. Не звучит, пусть слава Иисусе, Живо в нём меня купил. На кресте меня простил, О, твой взгляд, освободи. Буду петь повествованье, Чтоб меня отмыл изъять. Он в любви со страданьем Восходим, свой выкуп дать. И звучит, пусть я обыщусь, Правью Бог меня отмыл. На кресте меня простило, Бог мой царь освободи. Буду петь, как письмо питье, Славит вечным торжеством. Как силенка победитель, Он отцветил и пухом. И звучит, пусть я обыщусь, Пусть я обыщусь, Кровью Бог меня отмыл. На кресте меня простило, Бог мой царь освободи. Пусть я обыщусь, Пусть я обыщусь, Пусть я обыщусь, Буду петь, как письмо питье, Любит самого меня. Он мне в рай, Он мне в рай, Пусть я обыщусь, Вечно с ним пребуду я. Не звучит, пусть я обыщусь, Пусть я обыщусь, Пусть я обыщусь, Кровью Бог меня любил. На кресте меня простило, Бог мой царь освободи. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Продолжение следует... 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 Мы прославляем Бога, прославляем Его за дар вечной жизни, который нам дарован в Спасителе нашем, Господе Иисусе Христе. И более всего, чаще всего упоминается в нашем собрании это имя Христос, правда? Христос, который призвал нас, который сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я вас успокою. Христос – это центр всего. И мы Ему поем, мы Ему поклоняемся. Он достоин поклонения. Написано в послании к филиппийцам, что Бог, Отец, превознес Его имя выше всякого имени, чтобы пред именем Его преклонилась всякая колена небесных, земных и преисподних, и чтобы всякий язык исповедал Его в славу Бога Отца, Его Христа, которому все Бог подчинил, покорил и которому все отдал, в том числе и нас с вами. Во Христе мы сокрыты в Боге Отце, но именно во Христе ни в коем ином. Я прочту стихотворение, прежде чем сегодня коротко поговорить с вами об одном предмете. Но я прочту стихотворение, которое так и называется «Христос». Я уже неоднократно читал в церкви, мне оно очень близко по духу, созвучно с тем, в моем сердце, что говорит автор в этом стихе. Его написал Лев Болиславский, в прошлом безбожник. Он был секретарем Союза писателей России в свое время. Безбожник, коммунист, бывший. Безбожник безбожников, можно так сказать. Самые такие, все они коммунисты, закоренелые такие, безбожники. Так вот, в свое время Господь его тоже коснулся, очень близко коснулся его сердца. И он встал на этот путь, путь спасения. И я верю, он это оценил, этот дар спасения. И потому написал этот стих. «Всевышний Бог Отец, прости, что обращаюсь на пути все больше не к Тебе, а к Сыну. Ты надо всем, ты сверх всего, вне разумения моего, вне времени и триединой. Как знать ты где, в каких мирах? И этот держишь на руках, с разливом звезд, с живой землею. А он, твой сын, в мой дом вошел. В глаза мне глянул, сел за стол, продолжил вечерю со мною. Он хлеб со мною разделил, и новое вино налил, как кровь, в пустую сердце чашу. И бренье сотворил моим глазам до этого слепым во имя истины ярчайшей. Но знаю, знаю, это ты послал к нам Сына с высоты, им жертвуя, чтоб всякий смертный не сгинул от бесовских зол. Но, веруя в Него, обрел жизнь вечную и мир пресветлый. Перед тобою трепещу, а с Иисусом встреч ищу, делюсь раздумьями, тревогой. И знаю, среди злобы дня Бог умолился до меня, чтоб я возвысился до Бога. Как странно, это же о Нем так громко, о Христе моем поют во храмах величая. О Нем, с кем я наедине общаюсь в тайной тишине, в своем дому Его встречаю. Шаг без Него лишь в кривь и вниз, Он – путь и истина, и жизнь. Через Него лишь через Сына могу прийти я, наконец, к Тебе, Отец, к Тебе, Творец и Вседержитель Триединой. Я чувствую Его всегда и часто мучаюсь от стыда то за поступок, то за слово. О, как Он смотрит огорчен меня, не раз прощавший Он, меня простить готовый снова. Он так глядит в мои глаза, что скрыть постыдное нельзя, и исповедь, как слезы льется. И каюсь я в своих грехах, их обратить, желая в прах. И просветление лучше, ярче солнца. Он сокровенное во мне, и только с Ним наедине я истинный, без позолоты. Как больно делаю Ему, в гордыне, Богу моему, когда я не простил кого-то. К Нему, как в бурю, по воде шел победе, вражде, нужде, но стал тонуть в пучине скверной. Он руку дал, чтобы спасти, и молвил, что же на пути ты усомнился, маловерный. Когда-то я, как Никодим, мог лишь тайком общаться с ним в года безбожья и насилия. Но веру даровал мне Бог, чтобы я преобразиться мог и зреть небесного Мессию. Я столько лет не знал Его. Не знал, что Он, кто на Голгофе был казнен, спас мою душу в час распятия, Взял на себя грехи мои, в безмерности своей любви с креста раскрыл свои объятья. О, как страдал Он, светлый мой, вися над темною толпой, к ней тихо очи обращая. Стекала кровь из-под шипов, но лишь любовь, одна любовь в глазах светилась, всех прощая. И положили в гроб Его, и всем казалось, ничего не изменилось. Но чудесно на третий день распятый Он из погребальных встал пелен, воскрес Он. Открылся путь небесный, открылся мне спасенье путь. И понял я всей жизни суть, любить и жертвовать собою, как Он, Во имя малых сих, детей земных, заблудших, злых, с их бесконечной борьбою. Всевышний, Ты непостижим, перед величием Твоим молчу. Нет сил Тебя представить, но предо мною взгляд Его, Создатель, Сына Твоего. И плахать мне, и петь, и славить. Вот так в свое время он уже ныне покойный, Лев Болеславский. Ныне он в обителях Отца Небесного, присутствии Христа, я верю. Ну вот так он в свое время говорил в стихах о Христе, Своем Спасителе. Восторженно, восхищенно и вместе с тем благоговейно, трепетно. Он говорит о Нем, как о Своем лучшем друге, как о Своем Спасителе. Дорогие друзья, что чувствуем мы, всякий раз приходя в церковь, всякий раз слыша это имя Христос, Иисус? Какие чувства нас обуревают? Что мы думаем о Нем, о себе, сопоставляя себя с Ним? Ведь Он не что-то или не кто-то нам незнакомый. Ведь мы Его уже знаем, я полагаю. Знаем? Ведь мы были позваны им тоже в свое время. Мы откликнулись на этот призыв Христа. Мы теперь составляем Его тело, церковь Его, которую Он создал на этой земле. Что мы должны чувствовать, друзья? Благодарность. Глубокую благодарность, признательность за то, что Он сделал нас. Нас, как отпишет апостол Павел в послании к Ефесянам во второй главе, помните нас, мертвых, по грехам и преступлениям нашим, Бог богатый, милостью, во кресте Иисусе оживотворил. Мертвых нас сделал живыми. Живыми, чтобы что-то чувствовать, чтобы что-то делать, что-то говорить, что-то делать, действовать. Я верю, братья и сестры, думаю, что и вы тоже так считаете, что одно спасение, которое мы получили из рук Христа, вот это спасение, которое ставит нас в определенное положение, дает нам определенный статус, статус Божьих детей, Божьего народа, особых людей, статус. Это во Христе мы имеем это положение. И, конечно же, оно, я думаю, вы понимаете, что почему-то нас и обязывает это положение, этот статус. Ведь существует огромнейшая разница между тем, кем мы были и кем мы стали. Не так ли? Мы были некогда тьма, апостол Павел пишет в другом своем послании. А теперь свет в Господе, да? Так или нет? Вы свет или кто вы? А? Соль? Соль. Соль, да. Это еще одна функция, конечно. Но я говорю, я говорю о контрасте. Мы были некогда тьма, а стали свет, свет в Господе, да. И потому апостол Павел призывает нас, что поступать как чада света, как дети света. То есть, прошлое и настоящее – это большая разница. Очень большая разница между тем, что мы были и кем мы стали по статусу. Но в действительности, может быть, это и не так иногда. Но, тем не менее, это истина. Мы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. И потому Павел призывает – поступайте как чада света. Мне иногда странно слышать, как некоторые говорят, или, вероятно, так и думают, потому что говорят. Да, сначала думают, потом говорят, что для спасения, когда я уже спасен, мне этого достаточно. Я, конечно, благодарен Богу, что я уже его называюсь его чадом, его детьем. Вот, и я, конечно, безмерно благодарен, ну, и хорошо. То есть, я теперь, конечно, волен поступать все равно, как я хочу, как я могу, как я думаю. Вот я никому ничем не обязан совершенно. Но я спасен. Но я спасен. Мое место гарантировано в Царстве Небесном. Вот, и поэтому мне остается только радоваться. Только радоваться. Конечно, это повод для радости. Быть уверенным, знать, что твое место уже там, забронировано. Оно так и есть. Христос сказал ученикам своими, помните, когда они пришли и объявили ему о том, что, когда он их посылал, и вот возвратились и говорят, учитель, даже бесы повинуются нам. Даже бесы нам повинуются. А он говорит, им не тому радуйтесь, что бесы повинуются вам, а радуйтесь тому, что имена ваши записаны где? На небесах. Имена ваши записаны на небесах. Такое услышать, конечно, радость обуревает. Но это не все. Это не все. Конечно, наш статус детей Божьих, если можно так выразиться, мы должны подтверждать в нашей жизни постоянно. подтверждать наш статус, как детей Божьих, как спасенных во Христе, чад возлюбленных Богом. Надо подтверждать. Надо подтверждать. Это значит, нужно что-то делать. Делать. А делать, что мы должны? Добро. Совершенно верно. Именно делать добро. Ибо мы во Христе Иисусе, написанном в послании кевистианам, во Христе Иисусе созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Действительно, дети Божьи призваны творить добро. Но это общее такое понятие, общее такое определение. А конкретно, я полагаю, мы должны делать то, к чему призывает нас Иисус Христос. Когда Он призвал нас, то Он и поставил пред нами определенную задачу. А именно, эта задача заключается в том, чтобы в конечном итоге быть подобными Ему. Подобными Ему. День от дня становиться все более совершенней, более подобными на Иисуса Христа, нашего Учителя и Господа. В Евангелии от Матфея, кстати, мы находим учение Иисуса Христа, которое изложено в Его Нагорной проповеди. Она собрана, это учение собрано в этих трех главах, можно так сказать, с пятой по седьмую главу в Евангелии от Матфея. И Христос в этой главе, собственно, излагает эти пункты, которые касаются нашей практической жизни, нашего поведения и образа мышления, наших поступков. Там, в этих главах, Иисус Христос говорит, какими Он хочет видеть нас. Я не буду конкретно на каждом из этих пунктов останавливаться, только лишь некоторые, напомню. Вот Христос говорит, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божиими. За каждым из этих блаженны, кроткие, милостивые, миротворцы, чистые сердцем, стоит определенное, конечно же, действие. Я думаю, вы это понимаете. Для того, чтобы быть кротким, милостивым, миротворцем, чистым сердцем, надо приложить какие-то усилия. Не правда ли? Это стоит определенных усилий. И поэтому это уже в какой-то степени не есть свобода, как некоторые думают, что я свободен поступать, как я хочу, как я уже об этом сказал. Для того, чтобы быть кротким, милостивым, надо себя, прежде всего, смирить, подчинить, свою гордыню усмирить, свои какие-то притязания на что-то, кого-то, умерить должен и так далее. Все это требует определенных усилий. А значит, я нахожусь в определенных рамках, и я это должен осознавать и понимать. Значит, если я должен быть кротким, значит, кто-то должен почитаться мною выше меня, потому что кротость предполагает именно понижение, смирение, кротость, сдержанность, исключает свои воли, своенравность и так далее. Это все требует, конечно, усилий. Поэтому Христос и говорит, что Царствие Божие, а здесь все те, кто будут вести себя соответствующим образом, они и наследуют Царство Божие. То есть, они будут угодны Богу. Так вот, это Царство Божие берется силою, употребляющие усилия и его восхищает. Дальше Христос говорит, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Потом Христос говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молите за обижающих и гонящих вас. Любите врагов ваших. Это тоже требует определенных усилий. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? Этим самим Христос снова хочет показать разницу между тем, что мы были или кем мы были, кем мы есть на данный момент. И другие здесь Христос дает советы и наставления относительно того, как мы должны поступать и жить. И вот еще один, кстати, Христос говорит, «Никто не может служить двум господам, ибо если одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить, не можете служить Богу и мамоне». Это еще одно условие. Мы должны понимать и помнить о том, что мы, принадлежа сейчас Христу, как нашему Учителю и Господу, конечно же, не можем уже вести себя так свободно и вольно по отношению к другому Хозяину, которому мы служили до сих пор. Хозяин – это сатана, дьявол, мир, в котором мы жили. Мы были рабами греха. Мы поступали по похотям плоти своей. Свои вожделения старались удовлетворить. Так или иначе, это было в прошлом. Сейчас этого уже не может быть. Уже мир не должен быть нам другом. Апостол Иоанн об этом пишет в своем послании, что дружба с миром – есть вражда против Бога. Тот дружит с миром, тот становится врагом Богу. Все, что в мире – это похоть плоти, похоть отчей и гордой житейской, не есть от Отца, говорит Иоанн, но от мира всего. Поэтому с миром у нас не может быть ничего общего. Мы порвались с ним. Мы для мира, для греха, будем так говорить, умерли, пишет апостол Павел в послании к римлянам. Как же нам жить во грехе, если мы для него умерли? Это еще один аспект, который мы должны помнить, когда мы называем себя христианами, когда мы называем себя детьми Божьими, когда мы ощущаем себя и именуем себя спасенными. Это ставит нам, перед нами определенные условия. И поэтому еще раз хочу напомнить стих, то есть слова, которые сказал в свое время апостол Павел в заключении своего земного пути. Он сказал, если вы помните, в послании к Тимофею, во втором послании, подвигом добрым я подвязался. Можете продолжить? Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, не только мне, но и всем возлюбившим его явление. Подвигом добрым я подвязался. что-то значит. Это он сказал в конце своей жизни, что подвигом, слово вообще подвязался, это понятно, да? Это слово сегодня не употребляется так часто, оно, наверное, только в среде верующих людей упоминается или употребляется. Но, между прочим, и в миру тоже есть это слово. Подвязаться, это значит действовать, это быть активным, это что-то преодолевать, например, даже то же самое поприще, путь какой-то преодолеть, это значит подвязаться. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил. Этим он говорит, что, да, у него ничего общего с этим миром не было. А подвигом добрым подвязался, это значит, он жил жизнью борьбы. Это жизнь сопротивления всему тому, что чуждо Богу, что Богу неприятно, что называется беззаконием, грехом, нечестием, ложью. Он вел борьбу, настоящую борьбу. Даже он говорит, да крови, да крови. Он вел эту борьбу с грехом, неправдой и ложью. Поэтому и наша задача, и наш наш девиз должен быть именно в том же состоять, это побеждать. Побеждать искушение, побеждать зло, побеждать всякую неправду. Ибо побеждающий, и откровение мы читаем, он наследует все. Побеждающий. Каждый день это борьба, и потому апостол Павел в послании Хевсианам предлагает нам облечься в определенные доспехи, во все оружие, как он говорит, Божие, облечься мы должны для того, чтобы противостать в день злый и все преодолевший устоять. вот в этом наша задача. Я хочу разочаровать тех, кто думает, что вот так налегке плывя за течением, так сказать, в этом мире живя так свободно, хотя и называясь христианином, но позволять себе то, что Богу противно, Богу не угодно, можно так и доплыть до Царствия Божия, до врат Отчизны. Я повторяюсь, я хочу разочаровать вас, кто так думает, что это невозможно не быть тому никак. Никак. Если плыть по течению, это значит уплыть в это море греха, беззакония окончательно и там утонуть. Для того, чтобы достичь врат Отчизны, плыть нужно в обратном направлении, это против течения. Против течения, это значит, надо, вам приходилось плыть против течения? Правда? Нелегко. Особенно таким, как я, кто не искусен в этом, абсолютно не подготовлен, это практически невозможно. А если оно еще, притом сильное, бывает сильное течение, слабенькое, это можно еще как-то преодолеть, а сильное течение никак не преодолеешь. Но, тем не менее, это возможно с Господом это возможно. Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе, только в Нем сила, конечно, в Нем наше упование и победа, победа только в Нем. Вы знаете, что Христос, вот я сейчас закончу. В послании, то есть, в Евангелие от Матфея, в этой же седьмой главе, Христос заканчивает ее такими словами, после всех тех наставлений, которые Он дал, Он говорит следующее заключение седьмой главы, 21 стих, «Не всякий говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И продолжает Христос, многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И что же? И тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от Меня делающее беззаконие. Многие скажут, вот эти удивительные слова, «Господи, мы столько делали». Постучат и скажут, «Господи, отвори, отвори нам». Евангелие Лука, кстати, в 6 главе, это тоже описывает эту картину в таких словах. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Это 46 стих 6 главы. «Всякий приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен он, подобен человеку, строящему свой дом». Но там есть условия. Но самое главное, что Христос говорит, «Многие скажут мне в тот день мы, Господи, Твоим именем и бесов изгоняли, и пророчествовали, и многие чудеса творили, и должны будут услышать вот этот ответ «Я никогда не знал вас». Это будет, конечно, огромнейшим разочарованием для тех, кто окажется вот в таком положении пред вратами небесными. И потому Христос говорит, что не всякий говорящий мне «Господи, Господи», войдет в эти врата, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Но исполняющий волю Отца Моего Небесного. И поэтому Христос опять-таки говорит, Христос говорит, что приходящий ко Мне и слушающий Меня, и исполняющий Слово Мое подобен человеку, который ага, вот в этом, простите, я потерял этот стих, я его не дочитал, 47-й, да, вот, «всякий приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их». Ко Христу приходили многие люди, много их приходило, с разными вопросами и с разными целями к Христу приходили, множество их приходило ко Христу, но потом слушали всякий всякий приходящий и слушающий слова Мои. Это еще одна категория, но Христос продолжает и исполняющий их. Тот подобен будет человеку, который начал это строительство своего дома и он построил именно на камне, потому что придя слушал, а потом и исполнял. И потому его строение в итоге оказалось настолько крепким, что когда мы читаем наперла вода на этот дом он не упал, потому что был основан на камне. поэтому я хочу призвать вас, братья и сестры, и закончить этим. Давайте мы будем помнить о том, кто мы есть, что мы спасены Христом для того, чтобы быть прилежными учениками в его школе, с учениками, которые не только слушают, но и исполняют его слово, прилагая к тому, конечно же, усилия. Как я уже сказал, сами по себе мы не можем достичь того совершенства, которого ожидает от нас Бог, или богоподобия такого, как хочет этого Бог от нас. Своими силами, подчеркиваю, мы этого сделать никак не сможем, и поэтому Он всегда с нами, Он рядом. Он сказал, я не оставлю вас сиротами, я буду с вами, и вам дам Духа своего святого, для того, чтобы вы все могли преодолеть и устоять, чтобы наследовать вечное царство. Аминь. Спасибо за то, что вы сегодня нам дали задание и Слово Божьего, чтобы теперь практически применять это Слово в нашей жизни. Сейчас у нас будет последний заключительный гимн. Мы будем петь Божьем в сайтах наших распалыва на украинском языке. Пока музыканты туда готовятся для того, чтобы мы могли петь. Хочу напомнить, что сегодня мне подсказали через две недели будет у нас праздник жатвы 14 марта. Правильно, 14 марта, то есть не на следующее воскресенье, а через воскресенье. Так что, чтобы вы просто имели ввиду, вдруг какие-то у вас есть планы, вы можете отложить эту поездку, либо отдых, чтобы мы были вместе и поблагодарить Бога за то, что Он нам сегодня дает. Давайте, вставшие, споем этот заключительный гимн и будем молиться, будем расходиться. Боже, в сердцах наших розпалив огонь, хай горит не гасне в нас твоя любовь, все, что только має власть твоя, держи нас міцно у своих руках. Ты наша радость, наше ти життя, в тобі єдині світ для майбуття, наші молитви чують час тревог, Ісус, спаситель, ти наш славий Бог. Збережи нас, Боже, світ і зиму від зла, мірою наповни нашим всі серця, теплоті щоденні зіркою засяй, не залишай, вже нас не залишай, ти наша радость, наше ти життя, в тобі єдині світ майбуття, наші молитви чують час тревог, Ісус, спаситель, ти наш царі Бог. Не втрачай надії зіркою світи, щоб повлив неверяги люди шлях знайти, через перешкоти з піснею пройди, і зону вже близько зустрічай, сміши, ти наша радість, наш життя, в тобі єдині світ майбуття, наші молитви чують час тревог, Ісус, спаситель, ти наш царі Бог, ти наша радість, наш життя, в тобі єдині світ майбуття, додайте, його в життя, я прошу Тебя за себе, за кожного із нас, Господь, кожен взял щось, Господь, і щоб ми могли применить на практиці на цій неді, будь, славі нас, в наших жизнях, в наших семьях, в наших делах, робота, Господь, пусть імя Твоє прославиться в нас і через нас, Отец, Сын, І святой, Амінь. Дякую, ще раз напомінаю, що Грек объявлял, що буде у нас митинг відносительно хора, на Пасху, тому, хто хоче участвувати в цьому служенні і в цьому делі, будь-яка, станьтеся зараз після собрання, а те, які не участвують, будь-яка, не мешайте, можете выходити на вулиці.